За годы независимости объем промышленного производства в Беларуси вырос в 9 раз. Сектор АПК также активно вкладывается в общую корзину. По таким продуктам, как яйца, мясо, молоко, уровень самообеспечения примерно вдвое превышает потребность. Есть не только что продавать, а и где. Число больших и маленьких магазинов увеличилось более чем в два раза. Сегодня при открытых границах высокой конкуренции продуктов питания извне важна защита своего внутреннего рынка, белорусского производителя и сохранения ценовой стабильности. О главных критериях продовольственной безопасности в цифрах и фактах Светлана Лукинюк. Продовольственная независимость государства оценивается по 10 продуктам. Это зерно, молоко, мясо, сахар, масло растительное, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца и рыба. Это записано в доктрине национальной безопасности. По ней сейчас снижаем и долю импорта этих продуктов, чтобы на полках магазинов было больше своего. Тем более, это выбор у белорусских производителей огромный. У торговли сейчас обязательный ассортиментный перечень. Вели, кстати, и временный запрет на вывоз гречки, лука и чеснока. Это такая защита внутреннего рынка в нынешних быстро меняющихся условиях. Вообще, сейчас производство сельхозпродукции на душу населения в Беларуси на уровне развитых стран. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по воловому сбору льноволокла у нас третье место в мире. Поржи – пятое, клюкве – десятая, а по клубнике – пятнадцатая. Но вот молочные продукты у нас не просто вкусные, их еще богато на выбор. Тут мы впереди и Россия, и Украина, и Казахстан. Да и не только по ним. По йогурту занимаем, например, вторую строчку мирового рейтинга, по сливочному маслу – третья, по молоку – четвертая. Также Беларусь в топ-10 экспортеров мяса. Поэтому неудивительно, что в прошлом году мы наторговали на экспорт всем этим на более чем 5,5 миллиардов долларов. Главные ориентиры на пять с ближайших лет вперед – это обеспечение полноценного питания всем беларусам и повышение, конечно, конкурентоспособности наших товаров на внешних рынках. А значит, нужно постоянно работать над качеством и снижением затрат, чтобы продукты были попросту по карману. Отечественные товары всем известны как качественные, натуральные, но при этом они также должны быть узнаваемыми и привлекательными для покупателей, иметь собственные бренды. Увеличение продажи отечественных товаров является основным драйвером для развития экономики любой страны. С торговлей внутри страны ситуация стабильная. Уж на полках выбор есть всегда. Скудный ассортимент остался в далеком прошлом. Растет и розничный товарооборот. В целом сейчас в рамках целевого задания 103% погоды. Но инфляция погоды запланирована не выше 5%. Всплеск был в апреле 5,4%. Помните тогда подскочение резко в цене чеснок, лимоны и имбирь. После уже в мае ситуация стала потихоньку выравниваться. 4,8%. Замедление также происходило за счет регулирования цен на социально значимые товары. Их список стал более увесистым, до 30 позиций. Это значит, они ограничены в повышении стоимости, рентабельностью у производителей и надбавками у торговли. Цены сейчас под пристальным вниманием. Март, как регулятор, оперативно устраняет перекосы. Постоянно на связи с покупателями по горячей линии и через онлайн-сервисы. Но главное – это защита внутреннего рынка и, конечно, ценовая стабильность. Ведь к однозначной цифре по инфляции шли непросто. Так, в 90-е были и трехзначные от 100 до 300%. И рост цен в 20, а то и в 30 раз. За четверть века в Белоруссии прошли три деноминации. В целом убрали с наших денег 8 нолей. А также ни одна девальвация, когда зарплаты растворялись, не успев дойти до магазина. Последние три года инфляция у нас в среднем чуть более или около 5%. Для повышения доверия к белорусскому рублю готовится специальная стратегия, а также антиинфляционная программа. Главное в них – это больше расчетов в национальной валюте внутри страны, по той же аренде. И ценовая, конечно, стабильность. Но это значит защита наших с вами кошельков. Редактор субтитров А.Семкин